Приветствую вас космонавты, с вами Сеноварима. Сегодня у нас вторая серия игры под названием Аорион. Судя по вашим дизлайкам и отпискам, вам очень понравилась первая серия. Многие писали, чтобы я продолжал. Коротко о том, что это за игра. Это, можно сказать, одна пятая x3, остальное, вот был бы x3, x4, это было бы невероятно. Короче, в этой игре можно делать всё. Можно делать строительство, создавать огромные флотилии, воевать с другими корпорациями, империями и всё такое и тому подобное. Плюс ко всему здесь есть онлайн. Да, здесь можно открыть свой сервак и онлайн. Галактика состоит из одного миллиона звёздных систем. Чем ближе мы находимся к центру галактики, тем, естественно, всё это дело богаче. То есть, богатые ресурсы мы можем находить и опаснее происходит. Здесь есть боссы, здесь есть пираты, вообще миллион-миллион разных фракций, с кем мы сможем полноценно взаимодействовать. Также здесь есть строительство разных баз, как я уже говорил, флотилии, делать производство, торговать, грабить те же самые любимые вами караваны и всё такое. Ну что ж, вы помните, в прошлом... О, смотрите, враг пролетел. Я не знаю, почему они меня не взлюбили. Они меня всегда атакуют и убивают. Меня уже три раза убили. И да, как вы поняли, я уже потерял свой корабль. Мы сейчас будем строить новую. Мне, к сожалению, не было жетона восстановления этого корабля. Ну, я немного подкопил металл, железо. Я подкопил денег. Как я это сделал? Я купил астероид. Вернее, его присвоил и сразу продал. Ну, и у нас немного есть титан. Из титана будем делать генераторы, наверное, да? Поэтому закладываем новый корабль прямо сейчас. Назовем его... Да, я не знаю, да. Давай назовем идущий... Нет, как бы его назвать, интересно, а? Сейчас посмотрим, надо подумать. Подумать надо. Ну, давайте R1 просто. Или K1. Во, K1 будет нормально. Прекрасно. Мы его в любой момент можем переименовать. Вот перед нами кубик. Впрочем, мы уже проходили в прошлой серии. Нажимаем B. И вот, собственно говоря, наш кубик. Это наше основание. Основание нашего корабля. Мы можем убрать нейтральный редактор. Лучше поставим, чтобы не мешалось всё такое. У меня уже есть кое-какие чертежи. Я вам скажу, такие довольно-таки прикольные корабли у меня получились. Ну, они как-то... Ну, не знаю. Мне не нравится. Здесь 5000. Давайте лучше сейчас зайдем новую. С нуля сразу же, по-быстрому. И всё такое, да? Так, из чего начнём? Начнём, конечно же, мы с вами с грузового отсека. Грузовой отсек будет находиться вот здесь вот. Позади немного. Оп. Слишком тяжёлый корабль делать не будем. Ну, и слишком лёгкий тоже. Нам грузовой отсек нужен, как никогда. Так, и жилой отсек будет находиться вот здесь вот. Плюс 23 человека. В принципе, достаточно. Вот такой вот у нас кубик. Кстати, размер кубиков мы можем изменить здесь. И чтобы более такой, знаете, округлённый корабль сделать, объект... Ну, в принципе, сейчас заморачиваться незачем, да? Наша задача сейчас как можно быстрее сделать, собственно, сам корабль. Уж такая вот у меня-то автология, да? Да, что-то я всё наоборот сделал. Ладно, в принципе, какая разница? Так, давайте симметрию, наверное, врубим. Хоп, хоп. И как-то вот так вот. Вот такой вот у нас кораблик будет находиться. Нам нужно будет очень много, как, скажите, я скажу. Так, давайте вот вторую симметрию поставим. Энергии. Нужно будет много энергии, ребята, зарабатывать. В принципе, вот такую вот сплющенную можно сделать. Хоп. И вот так вот. Превосходно. То есть мы с вами что сделали? Мы с вами сделали железный двигатель кораблей. Мы будем строить из железа, потом будем из титана. Как только мы найдём наонид, наонид, вернее, построим из него. Потом триньум и, короче, вплоть до авориона, да? То есть этот металл, вернее, это вещество, если так правильно назвать, называется аворион. Итак, у нас есть каюты, у нас есть грузовой отсек, у нас нет гасителей, да? То есть, вернее, маневровый двигатель. Он уже, чтобы корабль наш двигался, крутился, вертелся и всё такое. То есть два маневровых здесь поставим. Потом два поставим вот здесь вот, в принципе, две симметрии, в принципе, нормально, да? Не, вот здесь вот можем поменьше сделать. Вот так, хопа, расширить. А, Б, Д, как я управляю, вы можете увидеть в этом первой серии, ребята. В первой серии. Всё, у нас, в принципе, маневры у нас довольно так нормально получилось. Гироскоп. Блоки гироскопов мы поставим вот здесь вот, наверное, да? Так, уберём одну симметрию. И всё это дело надо, конечно же, забронировать. То есть, ну, чтобы у нас была броня. Так, гироскопы прекрасно. И самое главное, это энергия. Производимая энергия 500 мегаватт. Нам требуется 1 гигаватт, да? Если правильно, правильно, да? 1 гигаватт. Римос, неправильно говоришь. Римос. Так, генератор энергии. Нет, давайте сначала генератор структурной целостности. Построим. Что это такое? Короче, добавляется хпшечки. Я, правда, не знаю, сколько надо для него. Объём. 10 тысяч. А, то есть, чем больше генератор, тем это. Ну, давайте вот здесь целостность поставим. Хоп-хоп-хоп. Вот такую шнягу можем сюда вот построить. Во. Видите, вот теперь. Теперь у нас, типа, у нас пока же щитов нет. Надо, короче, танковать своими. С твоей структурой, да? О, боже. О, боже мой. Слушайте, ну, 1 гигаватт. Нет, давайте лучше Ctrl-Z нажмём. Наша сейчас задача лучше построить аккумуляторы, ребята. Не аккумуляторы, а генератор. Вот. Генератор электричества, энергии, если правильно назвать. А целостности, я думаю, достаточно будет вот так вот сделать. Хоп-хоп. Ну, в принципе, вот здесь вот. Во. Эээ. Перед у нас не сделан, да? Ну, давайте симметрию отключим. Одну шнягу сюда построим. Одну шнягу вот сюда можно построить. Шняга шняжная. Рима, снегу не говори. Вот так вот. Во. Все, прекрасно. Я знаю, что это мало. Я знаю, что это вообще непонятно, что это за корабль у меня получился. Но я думаю, нормально. Так, гаситель инерции. Чтобы наш корабль останавливался, мы, конечно же, должны что построить? Гаситель инерции. Включаем симметрию. Можно, в принципе, два гасителя сюда воткнуть. Чипуль. Два вот сюда. Чипуль. Можно даже вторую сразу воткнуть, чтобы более-менее гасил он, короче, всех подряд, да? Так. И, 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 и. Так, здесь у нас будет броня, да? В принципе, броня, не броня. Что-то у нас кораблик, конечно, получился очень смешной. Но мы его сейчас листами обложим. И будет все прекрасно. Здесь, здесь, здесь. Ладно, гаситель инерции чуть попозже сделаем. Теперь осталось сделать броню. Конечно же, броня добавляет вес, массу, вернее. Веса нет, масса, да? В космосе. И наш корабль становится менее маневреннее. Ну, зато более защищенный. Здесь, короче говоря, камень, ножица, бумага, да? Так, бронированный скошенный угол. Я думаю, начнем, наверное, просто блок бронированный. Вот такой вот блок мы с вами сделаем. Опа. Нам надо же как-то свой корабль защитить. Правильно? Правильно. Так вот, размер блоков. 8, 0, 5. А мы можем сделать протан 0, 1? Очень тонкую броню. Да, мы сделали, ребята. Блин, мы его опять увеличиваем. Опять. Слушайте, а как сделать так, чтобы он... Я хочу сделать тонкую броню, братан. 0, 1. Даже вот так вот сделаю, Вася. О, так. Ну, и с двух сторон, да? Не-не-не, подожди. Симметрия получается вот так вот. Вот такая вот броня у нас получилась. Тонкая, да? Очень тонкая грань. Вот она опять, опять уходит назад. Эти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. А как сделать броню по умолчанию, чтобы очень-очень низкий был? Подогнать под размер. Здесь как-то что-то было. Короче, он каждый раз сбрасывается. И вот эта вот, ну, типа, тонкая броня. Будем, ладно, толстую заниматься. Толстой броней заниматься, да, ребята? Вот так вот делаем пуль. Отлично. Ну, а здесь можно пошире сделать. Короче, да, у нас чувак бронированный получится. Чтобы никакая шваль нас с первого удара не подбила. Понятное дело, в будущем мы будем делать более красивые корабли. Как-то мы, конечно же, где-то получим люлей, естественно. Где-то будем менять. Но этот корабль потом отдам пилоту. То есть найму капитана, и этот капитан будет на нем майнить. Да. Ну, он такой более, конечно, получается бронированный. Чувак будет очень все умедленно происходить. Ну, мне нравится в этой игре то, что вот любая фантазия, вот что ты хочешь построить, ты можешь вообще построить корабль с размером, ёптать, планеты. Представьте, главное, чтобы хватило ресурсов. Все, больше ничего не нужно. Так, здесь у нас лист брони. Защищенный лист здесь и здесь. Все. В принципе, пробронировали мы его немного. Пойдет для сельской местности. То есть такие вот листы. Вот такой вот кораблик у нас получился, да. А теперь, чтобы сразу же не отлетали от первого выстрела наши движки, мы будем делать вот такие вот штуки, ребята. Посмотрите. Вот я обычно вот такие вот люблю делать штуки. Хоп. Ну, типа как сеточки, да. А они более-менее защищают от ударов. Ну, не так, конечно, как бы хотелось. Ну, так или иначе. Они, да, дают вес и так далее. Ну, в принципе, прикольно смотрится. Здесь штуку. Вот здесь вот штуку. Превосходно. Да и по бокам можем сделать на эти маневровые двигатели. Я думаю, не стоит этого делать. В принципе, так сойдет для сельской местности. Итак, максимальная скорость у нас 376 метров в секунду. Ускорение 162 метра в секунду. Довольно интересно. Довольно интересно. Вот здесь вот, конечно, можно было бы еще одну броню построить. Косушеную броню. Ну, и чем такое, знаете, интересное еще поставим с вами. Декоративно хотя бы ход корабль, чтобы на корабль был похож. Римас рисовать корабли не умеет. Римас. Ой, хитеречек опять. Опять хитеречек что-то из-под стола прыгает. Ну, здесь вот эта вот броня, мне кажется, будет лишнее. Вот это вот. О, о, во. Вот это я понимаю. Другое дело. Итак. Вроде бы нормально. Нормально. Да, я же хотел. Что я хотел еще сделать, ребята? Нам надо еще маячки поставить, да? Фиксатор турелей. Железный маячок обязательно ставим. На тот случай, если мы потеряем этот корабль, мы сможем найти, то есть извлечь из него лут. Маячок, конечно, хорошо бы сюда его поставить. Ну, в невидное место. Давайте, дим маячок сюда. Не, в принципе, дим маячок нормально. Все. То есть, мы можем его залутать потом. На тот случай, если он потеряется, да? Так, сборщик железа. И хер его знает, что это такое. Увеличивать скорость продукции. Нет, это нам пока не нужно. Торпедное хранилище тоже. Железная база для турелей не надо. Солнечная электростанция нет. Лампочки мы можем поставить сюда. Ну, не знаю, ребят, кто это ставить, нет? Здесь две лампочки. Здесь две лампочки. Ну, и здесь вот лампочки такие прикольные, конечно, получились. Я не знаю, как они будут светиться у нас. Так, скошенный блок. Бронированный скошенный блок. Он очень-очень тяжелый. Не, нам надо чем такое, не бронированный. Просто железный скошенный блок. Хотя бы какую-то декорацию сделаем, чтобы он хотя бы колючий был. Интересный, красивый и все такое. Да, масса, конечно, увеличивается. Надо титан найти. Титана будет намного легче. Так. Вот. Во. Вот это другое дело. Ну, наверное, пойдет, короче. Для сельской местности, я думаю, сойдет. Да, ребят? Так. Мы можем поменять их вообще местами. Подожди. Чуполь, чуполь. Во. Во, ребята. Более-менее нормальный кораблик получился. Так, теперь турели надо ставить именно в такие места, чтобы, если вы, например, попали по этому крылу, да, чтобы он сразу с первого выстрела не сломался. Поэтому, я думаю, лучше сделать более-менее такое бронированное основание. Бронированный блок даже сделаем. Небольшой, такой тонкий, коршечный. Он будет прикреплен вот сюда. Я не знаю, правда, не получится, да? Получится, что некрасиво. Может, вот так вот? Нет. Бронированные листы. Или, наверное, одну штуку. Нет, давайте лучше одну штуку поставим уже такую. Одну штуку поставим, короче. По середине. По середине вообще. Играть не умеет. Нет, слишком, конечно, ее... Ой-ой-ой. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Спокойно. Вот так вот. Да, можно, в принципе, не париться. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Василиса. Криво, не криво. Короче, пойдет. Что это такое? Это вот именно для пушек я хочу поставить. Ладно. Делаем следующее. Так. Что нам нужно? Слишком мало, слишком мало. Если, конечно, корабль будет очень медленный, то, естественно, мы его немного подшаманим, да? Он сейчас, конечно же, медленный, потому что не хватает инженеров. Фатает инженеров и инженеров. Вот как-то так. Ну, в принципе, по маневренности, я думаю, он более-менее такой нормальный. Сколько он энергии потребляет? О-о-о. Производимая энергия 277. Требование энергия 2.18. Короче, прям мы впритык встали. Так, блоки гироскопов, гаситель инерции, маневровые двигатели нам надо еще хотя бы 2 штуки поставить, чтобы более-менее так маневренный бельвося. Ну, энергия у нас, конечно же, ну, пойдет, пойдет. Ладно, вот сюда. Так, подожди. Это направлен маневр? Нет, нам надо маневровые двигатели простые ставить. Вот как-то так. Так, теперь нам надо 7 инженеров, да, ребята? Так, теперь P нажимаем, сразу оборудуем его. То есть, нам надо модуль контроля турели первый ставим. Суды. Детектор руды, в принципе, поставим. Может, будем бурить этим кораблем еще. И улучшение генератора плюс 17% дает электроэнергии. Теперь у нас 277. Требуется энергия 284. Да, мы же добавили. Сейчас мы еще добавим всякие пушки, и будет очень энергия намного сильнее потребляться. Поэтому нам хотя бы пока что временно сделать солнечную электростанцию. Как она делается, я вам сейчас покажу. То есть, ну, конечно, имеет смысл как бы сверху сделать, но она сверху у нас не будет. Все, мы пока что временно поставили снизу. Хотя, мне кажется, без разницы, да, ребят? Мы их уберем. Они тяжелые, они бесполезные, по сути. Когда титан найдем, более-менее получше, да? Побольше. Мы, естественно, это дело все поменяем. Так, ну, нам осталось еще его покрасить. Вообще, мы его можем весь покрасить. Ну, давайте хотя бы вот это, вот это. И вот это вот так вот, да? Сделаем. Так, симметрия у нас включена. Ну, в принципе, больше красить нечего. Ну, вот это можно покрасить. Потом синий цвет вот здесь, здесь, тек, тек. Я не знаю, что это получилось, но мне нравится. Так, сдвоенно-пулеметная турель. Про, болтер. Буровая турель. Вот нам нужно хотя бы одну штуку поставить, чтобы она у нас сначала бурить. Он будет у нас с этой стороны. Две турели будут находиться, да? С этой стороны. Они у нас в уязвимых местах находятся, так, кроенная пулеметная турель, необычная. Ну, не знаю, стоит его делать, нет? Вот, редкий лучше, наверное. Редкий, редкий, редкий. Болтер, болтер, болтер турель. Я не знаю, что это такое, но мне начинает нравиться. Так, лучше вот так вот сделать. Оп, одна турель здесь, вторая турель здесь. Так, третья турель. А, все, нам не хватает. Короче, две буровушки и две турели. Очень редкие, непонятно что. Вот, кстати, про. Урон 5,3. Здесь у нас 21, урон, скорость 3,6,1. Здесь точно 99, здесь 97. Дальность действия 7, 7,6, 7,23. Ну, посмотрим, как они с ТБ вообще выглядят. Да. И да, нам надо нанять. Нам надо, ребятюли, нанять, наконец-то, нормальных пацанов. Да, и долететь нам надо сначала. У нас энергия быстро заканчивается. Кстати, мы понаставили турели. О, господи. 5 гигаватт. А, ну да, у нас же идет зарядка. Нам надо сейчас дождаться зарядки и посмотреть, сколько нам требуется энергии на будущее. Нам надо найти себе титан. Где-то здесь, по идее, был титан. Ну, корабль, конечно, не знаю, вам нравится такой, нет? Что-то он как, короче, вот с бухты барахта я его сделал. На что хватило, да, титана? Как бы. Сейчас титан мы еще найдем. Мы поставим с вами титановые генераторы. И, возможно, даже титановые пластины заменим на... Вообще, корабль, весь корабль можно потом сделать из титана. Вот, просто его заменить, и все полностью. Ладно. Полетели. Нам надо сейчас найти нормальных чуваков. То есть, нанять персонал. Кстати, нанимаешь персонал в этой игре, надо им платить зарплатой. То есть, как в Mountain Blade, собственно говоря, да? То есть, ты должен их кормить. Ну, я имею в виду, платить им зарплаты. Если платить зарплаты не будешь, то у них будет падать мораль. Потом, в конце концов, они просто улетят. От тебя, и все. И это будет очень печально. Что ж, ребят, наконец-то долетел. Сейчас мы пристыкуемся. Хотя нет, давайте сначала посмотрим, сколько нам требуется. Так, 4 наводчика, 4 рудокопов и 7 инженеров. Так, механик у нас есть. Я не знаю, откуда они появились. И пилоты нам не нужны. Короче, 7 инженеров и 4-4. 7 инженеров и 4-4. Хорошо. Нанять экипаж. Так. 4 наводчика. 4 рудокопов. Инженеров 7. Короче, вот так вот, да? Мы можем еще взять охранников. Они, знаете, для чего? Недавно ввели абордажи. Охранники будут охранять наш корабль, если наш корабль попытается взять на абордаж. Возьмем 4 охранника, я думаю. И разнорабочих еще 4. 1, 2, 3, 4, 5. Перенаселение у нас получилось. А, нет, нормально, в принципе. Так, хорошо. О, теперь наш корабль очень быстро передвигается. Очень быстро восстанавливает энергию. Ну и теперь полетели в путь. Я думаю, мы более-менее нормальный кораблик сделали. Да, как-то так, более-менее. Давайте переназначим. Пулеметные турели у нас путь под 1. А буровые турели по двоечку, да? Вот как-то так. Так, пулеметный путь турели. У нас будет автострельба. Нет, подожди. Не надо автострельба. Вот так вот сделаем. А, нам модуль не хватает. Нам надо купить модуль автоматического управления. Что-то такое, короче говоря. Хорошо. Давайте обратно полетим. Сейчас мы купим еще модули с вами. Ой, как корабль тащит. Да, его туда-сюда тащит. Кстати, там враги появились какие-то. Сейчас, возможно, будет битва. Битва жесткая. Битва жесткая. Нам не хватает... Всего нам не хватает, если честно. Да, корабль жестко тащит. Он у нас очень тяжелый. Очень тяжелый. Он еле-еле останавливается. Выбираем эту штуку. Так, где мы сможем пристыковаться? Пожалуйста, покажите, куда мы можем пристыковаться. Во, во. Смотрите, еще один торговый корабль пришел и пристыковался. Прямо перед нами. Мы можем такие модули купить. Тоже, типа, пристыковка через лазер. То есть, слишком близко не надо подлетать. А достаточно так просто подлететь к нему. Торговлю оборудованием. Так. Контроль от рулей МК-4. 375 тысяч. Таких денег у нас, конечно же, нет. У нас всего лишь 5 тысяч. За 5 тысяч. Улучшенный притягивающий луч МК-2. Система оборонительных орудий. Система оборонительных орудий. Добавляет оборонительные орудия против десанта. Нет, вы знаете, мы, походу, здесь ничего не купим с вами. Это будет просто жесть. И продавать я тоже не хочу ничего. Продать мусор тоже не стоит. Короче, нам придется пока что жертвовать тем, что есть. То есть, довольствоваться этим, да? Что есть у нас. Где-то у нас тут враги были, только что я видел. Походу, никого нет. Ну-ка, давайте посмотрим, что мы можем еще сделать. Дело в том, что у нас маневрный двигатель не хватает. Я не знаю, как теперь сделать. Я думаю, вот так вот надо сделать еще, да? Опа! И энергии не хватает. Энергии не хватает. Ну, пока что солныш-электростанция поставим. Ну, как-то так. Все. Так, теперь у нас еще один механик требуется. Я думаю, он сейчас нам уже не требуется. У нас же разнорабочие есть. Они автоматически перенаправились. Ну, все. Погнали. Так, ну что, ребята, куда пойдем? Полетим. Нам здесь уже, наверное, делать нечего. 800. 14 метров в секунду у нас. Скорость довольно хорошая. Перед нами врата. Мы можем через эти врата пролететь. Это В-Ю-В. Восток-юг-восток. В-Восток-юг-восток. Вот сюда куда-то нас отправляют. Кстати, здесь какая-то точка есть. Вообще-то, надо ближе к центру галактики идти. И не париться. Давайте первый прыжок совершим на этом корабле. Посмотрим, что получится. Расчет пошел. Прыг-скок. Отлично. Засад я не вижу. Давайте сразу переназначим энергию прыжкового двигателя на приоритет. Вот сюда поставим. 70 секунд осталось. Правда, мы, переназначив его, да, как бы на приоритет, мы не сможем двигаться. У нас скорость 0. Корабль вообще не идет. Придется подождать. Около минуты. Ребята, куда-то прилетел, в какую-то систему. У меня здесь, походу, проблемы начались. Я сейчас включаю все модули. Вот это дело вот сюда поставлю. Меня кто-то окружил. О, боже мой. Так, тихо, тихо. Меня атакует жестко. Отлично. Уходим. Так, у нас все работает. Выключаем прыжковый двигатель. Он жрет всю нашу энергию. Блин, они меня сейчас убьют. Какие-то ребята серьезные меня атаковали. Тихо, 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 тихо. Походу, нам надо сваливать. Что-то какие-то жесткие пацаны. Они глушат мой прыжковый двигатель. Пытаемся уйти. Спокойно, 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 спокойно. 800 метров наша скорость. Ракета, торпеда нас атакует. Так, мы их, походу, не затащим. Нам надо сваливать. Братан, братан, братан. Вали, 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 вали. 800, 80 метров. Ой, как жестко. Вот видите, ребята, как эти решетки спасли нас. Как бы они приняли на себя удар. Вот эти вот решетки. И просто прекрасно получилось. Так, сваливаем, сваливаем. Сваливаем. Отлично, 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 отлично. Вот это засада. Вот это жестко. Это что за корабль? Уксея какие-то корабли, Уксея. Я не знаю, что они, почему они меня бьют-то. Что я сделал? Ничего, ничего. Пока пару серий, мы будем от них убегать. Потом проскачаемся. Будем потом на них... Их, короче, выносить из всей галактики. Предыстория галактика гласит, что... Раньше что-то в галактике случилось. И все уничтожилось, короче. И потом, после этого, появились какие-то инопланетные существа. Вообще, другие существа из другой галактики. И некоторые подозревают, что это из-за них все это дело произошло. Теперь все обратно начинает застраиваться. Так, они нас догоняют. Нам надо сейчас... Знаете, что сделать? Потихонечку включить... Двигатель свой. Прыжковый, чтобы свалить от них. Так, включаем. 70-80 секунд осталось. Конечно, я убрал с приоритета. А, нет, подождите, стойте. Янтолий, очень плохо. Давайте вообще низкий, низкий, низкий приоритет ставим. Тысяча секунд, короче, будем от них сваливать. Мы сейчас выделяем нашему прыжковому двигателю очень-очень малую энергию, чтобы хотя бы свалить от этих чуваков. То есть, убегая от них, мы будем заряжать свою энергию. Вот. Во время боя, я так понимаю, строить... А, мы можем строить во время боя. Мы можем добавить даже вот эту шнягу. Ну-ка, подожди. Если вот так вот сделать... Две солнечные электростанции. А-а-а, нам денег не хватает, походу, да. Вот три матьюна к порусину. Ладно. А если вот так вот сделать? А, ну, как бы... А, нам надо сначала его отремонтировать. Курабль-то свой. И не хватает нам денег на ремонт. Ладно, сваливаем. Сваливаем. Короче говоря, сваливаем, ребята. Один процент всего лишь наш двигатель. Сделалось и так. Сто километров. В принципе, мы от них свалили. Только один ближайший, 55 километров от нас. Восемь-семь километров. Короче, сваливаем. Сет-шесть. Благо, что наша скорость, простая скорость, позволяет свалять от них. Может быть, мы сейчас быстренько отключим все наши приборы. И постараемся быстренько зарядить свой кораблик. Прыжковый двигатель. Блин, ну это, конечно, жестко. Эти торпеды. Надо, кстати, турель ставить. Противоторпедные, ребята. Это будет намного лучше. Ну, до этого мы еще не доросли. Вообще-то, я чё я лезу? Чё-то начинаю двигаться в центр галактики. Мне кажется, они нас преследуют. 140. 97. В принципе, нормально, ладно. Выключаем всё. Заряжаем быстренько. 22 секунды. 22 секунды, ребята. Я не знаю, что здесь. Но мы, наверное, сюда и пойдем. Мы можем даже сюда пойти. Так. 8 секунд. Сейчас зарядка произойдет. Мы летим по инерции. Почему-то корабль у нас останавливается. Потому что я все модули отключил. Всё. Сваливаем. Пока глушилка они нам не включили. Пока, ёптать. Я вернусь в один день. К ним. Вот это жёстко. Это было жёстко. Ну, как бы. Как бы, ребята, всё. Мы от них свалили. Я вот не знаю, что это за пустырь такое. Я типа сюда не могу двигаться. Здесь у нас тоже вражеские корабли. Там, здесь. Так, здесь что у нас вообще есть? Мы можем что-то интересное найти? Вполне вероятно, здесь ничего у нас нет. Нам надо травматировать свой корабль. Он понес довольно-таки хорошее повреждение. Почти на 50%. Смотрите, вот хп. Шкала хп нашего корабля. Снизу. Угу. Ну, ничего. Мы вернемся к ним. И чпокнем их. Уже в третьей серии. Ну, что ж, друзья. Пишите комментарии. Играйте в хорошие игры. Всем пока. Более-менее как-то мы с вами свалили. Лампочки мои разбили. Они, зараза. А вот, видите, осколочные какие-то торпеды. Да, и вот эту броню тоже разбили. Жестко. Увидимся. Скоро. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok